здравствуйте дорогие мои ну что пролетел месяц февраль и я спешу поделиться с вами своими новостями рукодельными за этот месяц за февраль 2019 года знаете я на youtube уже 6 лет с 2013 и последние годы я снимаю видео отчетные за месяц и знаете вот каждый месяц когда проходит и ты садишься снова снимать видео и говори что ну вот пролетел январь ну вот пролетел февраль потом снимаешь отчетные видео за год ну вот подведем итоги года и опять по новой и конечно же время для всех нас течет с одинаковой скоростью ну кто-то может быть его ощущает больше кто-то меньше но в любом случае все мы понимаем что время уходит да но вот когда садишься и снимаешь видео отдаешь себе какой-то отчет что как быстро но пролетает потому что ну наверное вот эти отчеты они являются какой-то отправной точкой да вот отчет за неделю отчет за месяц и потом отчет за год и вот так год за годом пролетает и я даже не могла себе представить когда открывала свой канал что я так долго буду на youtube и буду снимать столько видео столько вышивать ну вот мы с вами так сдружились так сроднились что весь youtube я уже скучаю ну и конечно же вышивка моя любимая она является украшением моей жизни нашей жизни с мужем и вот сейчас перед вами гордость этого месяца это две оформленные работы целых две работы представляете но так как эти вышивки они для меня как бы парные они очень близкие у них размеры и тематика цветовая гамма у них похожи поэтому я для себя их определила как бы парные да и решила их оформить одинаковые повесить на кухню поэтому я в месяце феврале планировала конечно оформить икону но потом немножко передумала потому что мне сейчас вешать некуда у нас предстоит ремонт решил оформить вот эти две работы и так давайте я немножко расскажу об этих картинах значит два набора у меня были куплены от чаривной мыть вообще не чаривная мыть фирма нравится у них есть очень интересные оригинальные разработки начнем с правой работы это вышивка крестиком с дополнением бисера смешанная техника постараюсь сейчас показать вам покрупней ну надеюсь видно чашка лимончик и клубнички у нас вышиваются бисером бисер чешский очень хороший но все остальное крестиком ниточки здесь были пнк еще старого образца тоненькие не очень качественные работать было ими сложно но сам результат получился великолепный и икону я здесь не меняла так как здесь 14 каунт и использовался бисер я решила не менять основу а вышивать на том что было вложено в наборе и знаете результат мне очень очень понравился то что получилось особенно вот этот чайник мне нравится я люблю герань простой сюжет но он очень теплый и очень душевный вторая работа с левой стороны это тоже чаривная мыть но это вышивка лентами это мой первый набор по вышивке лентами здесь я пробовала училась разные стежки крутить вот эти вот французские узелки завитушки выкладывать ленточки мне очень понравилось набор качественный ленты здесь превосходного качества основа тоже хорошая знаете вот на этом наборе я попробовала и полюбила вышивку лентами у меня есть несколько наборов но уже по моему от морички и там материалы не очень хорошие поэтому как-то я попробовал один наборчик хорошо получился результат но материалы немножко не такие качественные вот у чаривной мыть все-таки они получше но у них очень мало разработок этот дизайн мне очень очень нравится и когда я принесла багетную мастерскую эту вышивку а мой багетчик он ее сразу схватил не вышивку крестиком а вот это схватил и просто не мог оторвать взгляд насколько здесь интересно проработана и глубина и дополнение лентами все вот эти цветочки очень очень ему понравилось и долго восхищался и мы долго не могли приступить именно к подбору багета и задача у нас стояла непростая нужно оформить две работы чтобы они смотрелись парные размер немножко разный как вы видите мой чайничек вот с правой стороны он немножко поменьше потому что там и багета поменьше так как вышивка лентами она объемная и требовала ее поместить в специальные специальную коробочку вот так взяла чтобы вам показать немножко отсвечивает но что делать вот посмотрите есть коробочка сделанная да и дальше идет узкая рамка и сверху широкая но не очень широко среднего размера вот такая вот рамочка получается у нас вот такая вот конструкция заодно покажу как у нас оформляют задничек видно видно заклеивают обязательно бумагой и здесь видел такая петелька в данном случае обычно делают веревочку так как здесь идет такая выпуклая конструкция здесь используется петелька в зависимости от того как оформляется багет идет и петелька или веревочка здесь у нас все то же самое единственное нет коробочки поэтому идет сразу тоненький синенький такой багетик и вот такая вот тоже беленькая рамочка по моему это все дерево у нас основном дерево пластика практически не привозят поэтому конечно оформление дорогое но так как я уже говорила что я в этом году не планирую делать покупок пока кто его знает куда меня дальше занесет поэтому свой бюджет рукодельный я трачу на оформление знаете и я этому очень рада потому что приятно видеть вышивку на стене когда она в рулоне она ну вот как бы знаете ну не так не такой эффект производит а вот когда мы оформили вот эти работы и я принесла и домой вот так поставила говорю мужу сейчас вот так говорю смотри собрала работы он честно просто обалдел ему тоже очень понравилась вышивка лентами потому что работа смотрится очень реально ножевая объемная фон дополняет напечатанный очень ему понравилась объемная вышивка ну и конечно же даже словами не передать как радовался и оценил вот эти две работы знаете мне было очень приятно но я конечно же даже словами не передать как рада и счастлива что я оформила эти две картины и очень красиво получилось долго я мучилась с выбором именно цветовой гаммы мы ставили то немножко фиолетовую рамку вот эту то красную разные рамки то есть не могли подобрать цветовую композицию но я остановилась на темно-темно-темно-синей рамочке чтобы они сочетались потому что здесь конечно да подходила больше фиолетовая сюда фиолетовая не подходит сюда подходила больше красная было бы более так как бы ярко но тогда вы бы полный разброс поэтому я решила остановиться на синенькой и мне кажется очень изящно получилось не броска но достойно и на кухне мы повесили работы вписались просто великолепно и знаете они нас радуют мы на мы любуемся мы смотрим они светлые они такие душевные теплые очень очень рада этому оформлению это моих гордость этого месяца так приятно оформляться что же говорить для каждой рукодельницы думаю поход в багетную мастерскую это большой праздник такая у меня красота появилась а также у меня появилась новая орхидея с моими всеми этими курсами мои цветы которые у меня были все пропали и мне захотелось купить себе один цветочек пусть он меня порадует пока здесь не все цветочки распустились есть бутончики вот внизу веточка и вверху много бутончиков а из распущенных всего 4 цветочка покупала в икее мы когда ездили выбирать мебель много там было цветов но все тоже такие с какие-то бедненькие и я все так думаю взять не взять говорю можно что не такие бедненькие все мне так понравилось он прямо с кучи наугад вытаскивает цветок и тащит на город вот эту она еще по-гречески так интересно в мне склана очень такая богатая но как-то интересно так получилось бери ее и все и пойдем он магазины не очень любит поэтому хотел быстро меня увезти уже из этого магазина дал мне ту орхидею я сначала так брови нахмурила думаю чего ты меня так торопишь в таком деле выборе цветка а потом присмотрелась думала здесь же действительно столько бутонов внизу веточка что очень редко вверху много веточек ну и я в общем то думаю ну ладно на удачу вытащил тебе повезло забрал эту орхидейку пусть она стоит меня здесь радует вот такие у меня картины шикарные такая радость и сейчас мы перейдем к готовым работам и процессом и так переходим к завершенным работам в первую очередь я хочу остановиться быстренько вам показать и напомнить о моей такой небольшой работе которую я выполнила завершила наверное числа 8 10 числа февраля это мои котики от риолис ну который я вышивала подбором у меня были ниточки и анкор оригинальный кое-что я докупила добавила немножко ниточек от пнк и потихонечку потихонечку эту работку вышила вышиваю ей я ее вышивала специально на заказ для моей сотрудницы ну вот знаете не сложилось у меня завести ее в отелье чтобы мне оформили в подушку поэтому вот до сих пор меня лежит ну буду надеяться что я все-таки найду время отвезу оформлю и подарю красивая легкая работка миниатюрка такая но не совсем и миниатюрка вот моя рука вот видите есть здесь над чем поработать 14 каунт эта работа смотрится шикарно в подушке поэтому подушку будет оформляться на подарок мышки здесь такие симпатичные у меня моя подписчица мне писала юля ты забыла сделать бантик бексич на этих хвостиках да забыла вот и еще не сделала как-то поленилась я была влечена процессом другим процессом поэтому как бы этим абсолютно не занималась но может быть сегодня так как у меня такой творческий сегодня съемочный день может быть сегодня эти хвостики доделаю и уже все будет она готова к оформлению вот это мой первый такой процесс долго останавливаться не буду уже показывала перейдем к следующему так мы перейдем к следующему моему завершенному процессу начнем вот так с этой коробочки красивенькой и очень удобной для организации процесса следующий процесс который у меня завершился это вот такой вот ангелочек с ягнелка немножко терпения сейчас я вам покажу готовую работу хотела быстренько остановиться показать вам что у меня здесь в остатках и перейдем сразу к работе ну во первых хотел показать вам вот такой свой самодельный органайзер для игл знаете я человек очень практичный и мне нравятся такие простые вещи которые можно сделать быстренько своими руками и не заморачиваться потом выбросить и как бы место больше не будет занимать эта штука это значит вот такой упаковочный материал до который часто можно найти в технике и в чем угодно и не просто были вырезаны из ключа значки приклеены и сюда парковала иглы очень очень удобно и практично так схема схемы я сохранила пока вот так и и свернула таким рулоном сохранила по той причине потому что у меня не полностью весь бекстеч выполнен может быть я захочу вернусь и его выполню если нет то я выброшу мне в принципе незачем собирать эти схемы хотел остановиться показать вам ниточки ниточки у нас вот на таких трех планшет очках они заламинированные с отверстиями чтобы можно было подвесить или вставить папку очень удобно есть здесь значок показано как вышивается крестиком полукрестиком в какое сложение ниток номер ниточки и вот они эти ниточки не так осталось очень много при том что я вышивала парковкой и при том что я выбрасывала достаточно большие хвостики и вот как-то вышивала я думала но вдруг мне не хватит не так что я буду делать потому что я выбрасывала действительно каких-то случаях большие хвостики потому что некоторые цвета ниток они ну не очень хорошего качества и в конце нитка так немножко как бы махрилась тонкая была запутывалась и их выбрасывала что могу сказать по ниткам значит во первых ниток с ниток положено с большим запасом можно вышивать парковкой и даже не задумываться что там чего-то хватит не хватит и основных ниток цветов было очень много и доста осталось достаточно с хорошим запасом то есть здесь все продумано без проблем все хватит единственное что ниточки ну я могу сказать такого среднего качества неплохие но и не супер чтобы восторгаться работать с ними можно результат получается хороший ну вот такие на троечку скажем это все по ниткам быстро по остаткам по материалам хотела показать что у меня да как хранилось и переходим уже непосредственно к результату ура ура мой ангелочек готов и вы представляете я положила работу перед камерой и камера сразу переключилась на съемку лиц сразу обнаружила как бы лицо определила и перестроилась на другой режим но я надеюсь цвета будут корректно переданы потому что у меня камера моя я плохо с техникой дружу и не могу никак найти настройки цветов ставлю хотя бы на автоматическое на автоматическую настройку чтобы самостоятельно уже камера настраивалась потому что меняется освещение в комнате до солнышко выходит заходит и поэтому цвета конечно же передаются по-разному но хотелось бы чтобы вам максимально правильно передать все цвета и оттенки чтобы вы порадовались насладились результатом ну или кому-то не подходит сюжет но просто хотя бы вы понимали что какие здесь цвета и так давайте я вам немножко сначала расскажу об этом дизайне его историю мою историю с этим дизайном потому что часто снова переспрашивают что это откуда это и приходят новые зрители и постоянно задают те же самые вопросы примерно год назад может быть даже больше в контакте я наткнулась на отшив на вышивку вот этого дизайна почему-то я подумала что это dimension старенький я его никогда не видела и не знаю по его существовании долго искала в интернете ничего такого найти не могла обратилась к этой девушке она для меня была абсолютно незнакомой и она мне написала это буцила супер я сразу опять в интернет в надежде найти дизайн схему набор я все искала на ebay но к сожалению набор найти было невозможно знаете буцила быстро снимает свои наборы с производства и даже на ebay в тот момент не было я долго искала схему я нашла быстро схема четкая понятная и список цветов был даже ключ но как вы знаете у буцила у старых наборов ниточки были не дмс а их собственный и поэтому описание цветов как бы ну не помогало мне абсолютно в подборе не так к тому что вот в частности на кожу да у малыша использовалась 34 оттенка бежевого цвета ну как мне их находить как них подбирать я поняла что для меня это данный подбор не посилен просто я не могу это подобрать своими силами а чудить уж не хотелось и тут я наткнулась на группу также в контакте называется клубок желаний и посмотрела что девочки собирают наборы dimensions комплектуют их сами из трех палитр это дмс гамма и модера по моему еще какие-то нитки точно уже не помню комплектуют сами наборы димэншенс и вот они их продают по доступной цене я значит посмотрела и думаю надо обратиться может быть они смогут мне помочь и собрать вот этот набор так как занимаются могут сделать перенабор и уже подобрать цвета так и сделала упросила это был мой личный как бы моей личной просьбой заказ и знаете девочки откликнулись и очень быстро за неделю мне ответили да мы можем это сделать и вот если вы хотите цена такая набор готов супер я сразу заказала и как я люблю делать я заказываю не один набор я сразу беру несколько кстати надо вам принести показать как выглядит набор сейчас минуточку так сбегала я за крома принесла наборчик вам показать как он выглядит вот так вот значок клубок желаний вот их значок леонардо написано я купила несколько наборов чтобы доставку оправдать я взяла те наборы которые были сняты с производства и которые мне нравятся и я их с удовольствием вышью вот таким подбором потому что и я сама делаю подборе нормально к этому отношусь вот здесь все так хорошо организовано видите планшетки с ниточками все подписано здесь канва обработанная все хорошо упаковано вот такой вот наборчик хорошая альтернатива я я нормально к этому отношусь если набор снят с производства но что теперь делать вышить то хочется и вот в некоторых случаях проще купить набор уже такой собранный чем самому сидеть мучиться и подбирать потому что девочки все равно загоняют это все в пм подбирают там цвета можно подбирать из несколько палитр и уже видят что получается в итоге мы когда делаем подбор мы только надеемся что у нас в итоге все будет хорошо мы не можем как бы предвидеть и посмотреть в этом наверное разница основная и меня это в общем-то устраивает вот пришел у меня этот наборчик значит год назад я приступила сразу к вышивке вышла здесь вот правом нижнем углу небольшой такой кусочек и не что-то меня остановило то ли вот этот цветовая гамма то ли мне показалось может быть цвета не очень хорошо подобраны как-то я подуныла и отложила этот набор лежал у меня год лежал лежал потом я зашла к ним на сайт посмотрела что есть отшивы все хорошо думаю ну надо взяться надо взяться думаю все равно должно получиться хорошо как-то я себя так успокаивала и вот в конце 2018 года где-то в ноябре декабре я достала этот процесс натянула на свой станок вот у меня чтобы вышелся процесс мне его нужно на станочек поставить тогда все идет хорошо и потихонечку пошла вышивать думаю буду потихоньку вышивать до внизу как бы вот это вот смешение цветов солома вышивается кропотливо но вышивается нормально более-менее нормально сложные участки это вот вот здесь это середина знаете почему потому что здесь идет большой разброс цветов смешанных и здесь центр я вышивала вот этот вот парковкой чтобы не сбиться не потеряться не сделать каких-то ошибок я вот потихонечку парковкой тихо-тихо не спеша потихоньку ряд за рядом вышивала и вычеркивала тем более здесь видите здесь то ножка то бантик то вот у овечки тут глазик тут только какая-то одежда знаете вот рядом какие-то элементы думаешь собьешься и глаз куда-то уедет или еще что-то будет не на своем месте поэтому я парковочка потихоньку здесь все это шла вышивала лицо то же самое скучно было вышивать как бы нудно да потому что медленно идет процесс но вышивается это не так что не подъемно тяжело и невозможно возможно просто вышивается скучно нужно настроиться что ты вышиваешь вот такой процесс такие участки потихонечку шить вплоть и когда я вышивала этот бэкстич у меня в голове прилетали разные мысли вплоть и до теории фрейда я уже стала себе строить что вот дизайнер который разрабатывал вот этот вот очень сложный бэкстич детстве его мама очень сильно очень много вышивала не уделяла ему внимания и поэтому у него есть скрытая ненависть к вышивальщицам и нужно отомстить им вот этим бэкстичем но я уже себя развлекала как могла потому что бакси здесь ой-ёй-ёй ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй я показывала в каком-то видео не знаю видно вам вы понимаете и здесь нет какой-то логике что здесь мы что-то обшиваем здесь он просто просто намешан и нужно было высчитывать и нужно было находить от какого же крестика оттолкнуться потому что на схеме то видно а на вышивке цвета могут быть близкие непонятно откуда нужно оттолкнуться как нужно считать вот здесь я старалась вышивать но все по схеме сколько могла выше силы мои стали уже как бы инсекать я стал хотя бы примерно по схеме вышивать и думала об этом человеке который рисовал этот бэкстич и видите вот здесь я этот бэкстич не доделала я так посмотрела со стороны нормально смотрится хватит мучиться потому что здесь нужно было еще много мелкого бэкстича и потом крупными линиями еще внутри бэкстич делать ну и все я уже просто не могла это я знаете на последних как бы на последнем дыхании я уже здесь на шивала причем вот этот бэкстич нужно было вышивать в две нитки это чтобы здесь было я решила так внутри в одно сложение ниточки а по краю я уж обойду в две видите разница мне кажется было бы очень тяжелая вышивка очень нагружена если бы вот это все было в две нитки тут вы так очень много дальше волосы волосы я тоже не полностью выполнила бэкстич почему я вам говорю что схема пока не выбрасываю может быть может быть я что-то еще доделаю то есть по краю кучеряшки обшиваются ниточкой в две две ниточки внутри вот здесь тоже должно быть в две ниточки но я сделала в одну чтобы не нагружать сильно тоже вышивку и нужно было вот эти кучеряшки вот такими вот полосочками вот тут вот тут вот тут все это вышивать но я вышила только на чубчики чтобы как бы не пусто было и на том успокоилась все думаю нет ребята хватит этого бэкстича ну лицо я старалась выполнять прям все 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 очень очень аккуратно мне кажется глазки у меня получились ровненькие красивенькие аккуратненькие бровки и французские узелочки глазках чтобы был цвет губки носик все красиво получилось все получилось очень красиво я думаю что даже с близкого расстояния видно все хорошо обычно знаете вот у дименшин с близкого расстояния когда смотришь на лицо на кожу это там такие выжженные пятна а здесь плавные переходы аккуратненько красиво хорошо сделали девочки ягненочек наш вот такой вот ягненочек здесь хорошенький бантик что меня здесь как бы удивило по схеме вот ручка у малыша вот этот палец бэкстич был красного цвета вот как на банту я сначала вышила потом посмотрел думаю что это такое он палец в краску макнул зачем красным а здесь все бежевым я выборола и сделала тоже все бежевым может быть это ошибка идет по схеме ну я уж не стала девочкам писать разбираться да нет сделала как мне нравится и все крылочки тоже бэком вышиваются ну здесь просто же по контуру здесь уже по-человечески ну и в утешение как бы в помощь уже и завершение этого процесса вот этот вот заборчик те доски да они вышиваются очень легко здесь показывать здесь используются три цвета нитки два основных вот темный цвет вышиваются есть крестик в две ниточки полукрестик в две ниточки крестик в одну ниточку и за счет этого игры происходит у нас вот такая вот передача объемой структуры доски ну и есть вот такой вот полукрестик рыженький немножечко полукрестик вот такого светленького вышивается это очень легко когда я дошла до верха как бы берешь и просто погнал схема простая на этих досках вышивалась быстро и легко поэтому как только я вышла лицо до дошила вот крыло а все остальное у меня вышилось буквально очень быстро не знаю сколько очень быстро ну и в общем то этого ангела я вышила основную часть но в основном за февраль месяц почему так быстро получилось потому что феврале я заболела заболела очень сильно как никогда в своей жизни и просто меня срубила в кровать и я практически не вставала с кровати когда могла сидеть я садилась и вышивала и мне так было грустно и печально и вот этот вот ангелочек он тоже какой-то грустный обнимает этого ягнёночка он обнимает ягнёночка я обнимала ангелочкой мы вместе сидели и грустили и вышивались вот так вот вышивались вышивались ну вот как только дошили печали мои как бы прошли не знаю как то так случилось совпало ну случается в жизни такого вообще как бы я не болею мне будет очень сильно но тут такое случилось непредвиденное как бы непредвиденная ситуация по здоровью поэтому такой вот момент тоже прошел вот вышивалась сидели мы грустили вышивались очень я рада что я завершила этого ангела очень хочется мне бежать уже в багетную мастерскую просто в припрыжку и оформлять его скорее скорее красоту мне так нравится и его прям такие волосики и глажу и ягнёночка очень мне он понравился этот ангелочек красавчик ну вот не знаю соблазнилась я уже на покупку если покупка у меня наборов не свершится то я побегу в этом месяце его оформлять ну а если свершится тогда побегу его оформлять не в марте уже в следующем месяце но все равно оформлять его будут скоро буду обязательно очень мне нравится я хочу повесить на стеночку и буду им любоваться 3 какой хорошенький очень красивое лицо получилось кучеряшки такие хорошие крылышки опять же таки вам покажу все поближе вот такой ягнёночек бантика пяточка какая эти ножки красиво 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 красивая разработка прелестная одежды тут такие хорошие ну мне все нравится мне все нравится конечно иначе бы я не вышивала эту работу это понятно любую смотрю не могу прямо уже переключиться на другой рассказ поэтому все идем смотреть мои следующие процессы ну и перейдем к моим котам котами в этом месяце я тоже занималась это dimensions кто за кем наблюдает простая серия на вот то что должно получиться и в те моменты когда я не могла сидеть я могла только лежать я лежа вышивала вот эту работу ну работа здесь процесс очень легкий и поэтому вышивался тоже как бы очень быстро особенно сосульки одним цветом практически много не зашитых участков видите и здесь нравятся цвета очень приятные оттенки особенно в этом скворечнике хочется любоваться появились птички две уже даже с бэкстич чем одна пока еще без бэкстича вот обнаружила я здесь небольшую ошибку придется чуть-чуть тут не распороть пару рядков вот знаете когда работой занимаешься иногда раз несколько месяцев то случаются и ошибки потому что отвлекаешься что-то не там припарковал потом также пошел поэтому есть такой риск и честно мне не очень нравится такая вышивка когда знаете берешься там раз в три месяца я для себя поняла что мне нужно иметь два-три процесса один основной я настраиваюсь на него ставлю на станок и погнала и мне нравится видеть что работа растет что растет хорошими темпами но иногда хочется отвлечься на один два процесса других максимум остальные мои начатые процессы но все стоят все стоят было время мне хотелось их начать тоже такое вот здесь у меня осталось на верхней части вышить уже совсем чуть-чуть осталось вышить крышу у скворечника и здесь немножко елочек я думаю что в марте месяца это очень такой реальный план и у меня получится выполнить хотя бы верхнюю часть но на нижнюю я пока ничего не планирую хотя бы вот здесь чуть-чуть завершить чтобы уже процесс так сказать плавно плавно продвигался к завершению это будет одна третья часть работы вот так разбить да я сейчас здесь нахожусь если я дошью верхнюю часть то у меня будет одна третья работа вышивается легко как я сказала много полукреста много незашитых участков ниточки такие хорошие приятные в этом наборе мне здесь все нравится канва приятно разметка у меня здесь кстати идет карандашом прим до при такой карандашик маленькие голубенькие вам показывала в каком-то своем видео и этим карандашом я также размечала моего ангела ангела уже убрал ну возвращаясь опять к нему и вчера когда пошла стирать моего ангелочка я настраивалась на то что я этот карандаш буду тереть что он сам по себе не уйдет и нужно будет сесть или немножко потереть но как только положила в воду с небольшим добавлением моющего средства он так стал себе потихонечку исчезать и я буквально рукой вот так прошла чуть 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 и он весь исчез хорошо смылся я была приятно удивлена что вот карандашик вот это так хорошо смылся с основы и знаете это такая хорошая наверное альтернатива маркерам потому что маркеры все-таки они химические и могут вступать в какой-то контакт дам с основами как у меня было с моими котами вот этими вот этими котами рядом был где здесь я поставила буквально 3-4 точки чтобы определить где у меня центр моим проверенным маркером и этот маркер у меня не смывался ни каким образом не пришлось зачистить хлоркой вот ну благо что этот маркер не касался вышитых крестиков вот и поэтому я очень рада что-то карандаш и хорошо смывается потому что мне без разметки вышивать очень сложно я отвлекаюсь часто при вышивке на видео на какие-то домашние дела и не могу ориентироваться по вышитым крестиком вот такой у меня здесь прогресс процесс мне кажется я хорошо продвинулась за этот месяц ну и будем дальше потихонечку отшивать эту работу нужно будет конечно еще немножко ее переоформить ну в смысле переорганизовать потому что у меня здесь не обработаны края это не хорошо при стирке будет лохматиться надо лаком какой-то день сесть и все это обработать ну все в общем показала свой процесс приятный и очень красивый яркий и перейдем к еще одному моему процессу в этом месяце у меня был старт ну пришло у меня такое настроение взять наборчик открыть и начать что-то новенькое почему бы себя и не побаловать и мне захотелось открыть наборчик dimensions знаете наверно соблазнилась я от светы горелкиной заразилка соблазнилка если ты меня смотришь привет смотрела про ее запасы dimensions отшивы и и так как-то мне захотелось думаю надо открыть какой-то наборчик по вышиванию dimensions такая красота вот и решила открыть вот этот наборчик потому что здесь есть ангелочек думаю если оформлю своего ангела от буцилы ну и вот этого вместе как-то в компании не знаю ну чтобы парно как-то было вот это наборчик называется ангел-хранитель его номер 3873 это простая коллекция я его покупала когда-то просто на довесок он был по акции что-то делал от заказ и он дешево стоил думаю возьму и его что пусть будет когда-нибудь может быть будет настроение буду вышивать ну вот пригодился открыть его я была очень приятно удивлена схемы я никогда не вышивала вот из старых наборов dimensions да не видела вот таких простых схем обычно dimensions у нас ассоциируются со сложными полукрестами в три в четыре в пять сложений с разными там блендами еще какими-то мелкими деталями заморочками этого вот dimensions это что-то такое как бы но уже сложненькая ну а здесь очень простая схема видите где мне зачеркнуто буквально цветовые участки крупные взял себе цвет и вышивай один цвет пока не вышлешь там на всей схеме вот показываю вам да большие участки очень легко конечно вышивается и вначале я начала вышивать без отметки на схеме но так как я часто отвлекаюсь я конечно стала путаться и решила ну что я себя мучу ну вот кому я берегу эту схему я купила себе набор я должна получать по максимуму удовольствие и комфорт при работе и отмечаю себе оригинальную схему а с обратной стороны здесь ключ ну мне часто не нужно переворачивать посмотрел один значок взял его и вышиваешь вышиваешь потом посмотрел другой значок вот вышивала я этот процесс в этом месяце совсем чуть-чуть пару дней буквально вот но сейчас я вам покажу что у меня здесь вышивалась подложку вот такой вот кусочек это у нас подушка ее как бы тень и вот полукресты немножко уже приступила крестиком разметила белил белым карандашиком вот прим чтобы как-то ориентироваться и шью себе потихоньку шью шью пристроилась я к темной уже основе привыкаешь ко всему рука сама находит где эти дырочки но а линии мне нужны чтобы не сбиваться потому что могу шить шить и знаете зрительно сбиться с ряда и перепрыгнуть на другой ряд у меня такое бывает что я отвлекаюсь на видео кто-то показывает готовую работу процесс глаза туда глаза сюда и когда видео смотришь фильм там не так отвлекаешься как на вышивку понимаете поэтому я себе делаю разметку а хочу еще показать вам одно свое новшество сейчас минуточку так это ну не новшество это станочек от дубко который мне подарила моя вышивальная подруга наташа она говорит у меня есть такой станок я не пользуюсь надо я говорю надо и долго я им тоже не пользовалась не могла приспособиться настроиться знаете я привыкла моем станке что у меня рама крутится что можно ее постоянно повернуть как мне угодно а здесь как бы конструкция на не невозможно ее сразу поворачивать да если нужно перестроиться можно открутить здесь эти барашки болтики и сделать другой наклон для рамы и вот эти вот держатели можно сделать меньше больше но на это нужно отвлекаться а вот так она будет стационарно как-то ее настроил так и настроил и я сначала не могла как бы пристроиться вот здесь когда я приступила к вышивке моего ангела я решила дай-ка я попробую и вот вот как у нас все получилось получилось очень даже замечательно ставлю сюда раму и вперед вышиваю для меня сейчас этот станочек очень удобен и он мне пригодился еще раз наташа спасибо тебе огромное за твой подарок потому что этим станком я не пользуюсь каждый день не каждый день вышиваю этот процесс и какой-то другой дополнительный процесс а вот иногда мне хочется взять и повышевать поэтому я беру этот станочек поставила раму ничего не нужно уже откручивать перекручивать повышевала и все убрала замечательно и планируя я на март месяц что я уделю несколько дней этому процессу не возьму его как основной но несколько дней я обязательно ему удивлю также мои коты и птицы будут вышиваться ну а основным процессом у меня будет другой процесс какой конкретно пока не открою вам секрет ждите следующего видео там все буду подробно показывать вот вот такой насыщенный месяц февраль у меня получился есть оформленные работы есть две завершенные работы ну если честно говорить то ангела я завершила вчера 2 марта поэтому марта с мартовский идет процесс но в любом случае показываю уже в одном видео так случилось будем говорить что две завершенные работы новый старт у меня есть процесс продвинулся в общем жизнь рукодельная кипит есть новости есть что показать и конечно же я этому очень очень рада желаю вам хорошего весеннего настроения здоровья конечно же ну и успехов в творчестве ну и до новых встреч пока пока